Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, как я преобразовал свой портфель и изменил его структуру в сторону увеличения сильной доли облигаций, номинированных в валюте, но покупаемых в рублях, так называемых газ КЗО, и также я увеличил долю в золото. Ну, во-первых, это видео заинтересовало всех очень серьезно, и были разные вопросы по КЗО, поэтому я сейчас хочу отметить и показать, что случилось с портфелем дальше. Вот сейчас вы видите сам портфель, вот они эти самые ГАЗКЗ, ГАЗКЗ-26, ГАЗКЗ-24, ГАЗКЗ-29Д, про которые я говорил. Как вы видите, что все они сейчас в минусе стоят, то есть их цена немножечко снизилась, но доходность у них по-прежнему та же самая. Вызвали вопрос, когда их покупать, как покупать облигации и так далее. Давайте я напомню, вот смотрите, вот эта облигация ГАЗКЗ-26Е, которых я купил больше всего, кстати, они куплены за 84,89 от номинала. Цена текущая, она может меняться, как вы видите, она немножечко снизилась, то есть их можно купить сейчас еще выгоднее. То есть время еще есть, для покупки облигации это такой инструмент, который не подвергается сильной волатильности, и они начнут резко расти в цене, когда ставку начнут понижать. Вот, и там доходность была, текущая доходность была, сейчас 8 целых, ну и что-то там 21 сотых и так далее. Вы можете это увидеть, ну по предыдущему видео, какая доходность была, с какой доходностью я купил. Это гарантированная доходность, то есть если я держу эти облигации до погашения, то я гарантированно получаю такую доходность в годовых, то есть там 8 с лишним процента годовых в евро. Вот, и там же я говорил, что про облигации, что когда покупаешь облигации, то покупаешь их вот за эту цену, которую я сказал 84-89, ну ту, по которой вы покупаете, плюс вы платите НКД текущий. Вот этот вот НКД текущий, это довесок. И вот этот НКД, накопленный купонный доход, он прибавляется каждый день. А так как облигация, вот в чем кайф этой облигации, так как облигация номинирована, ну в данном случае вот она заканчивается на Е, это значит в евро, это в евро, это в долларах, то этот доход начисляется вот 8 с лишним процента в евро, и он начисляется вот это вот рубли, это рубли, но доход начисляется каждый день по текущему курсу евро к рублю. То есть как бы евро продается и по текущему курсу рубли. То есть вот здесь вот эта сумма каждый день увеличивается. Каждый день на сколько там она увеличивается? На купонный доход поделить на 365. То есть и умножить на соответственно номинал. А, тут номинал ни при чем, купонный доход. Вот, то есть каждый день эта сумма увеличивается, и в чем кайф в том, что евро растет, и как бы доходность этих облигаций в рублях, она увеличивается, потому что евро растет. То есть вот это вот начисление каждый день, оно будет разное и каждый день увеличиваться, ну или уменьшаться в соответствии с курсом евро, если евро будет падать к рублю, если рубль начнет вдруг расти. Ну, я, как уже говорил, не ожидаю резкого роста рубля, потому что по экономическим причинам и политическим. Вот, что еще я говорил о чем? Я говорил о том, что я покупал золото, и вот она, так, это доллар к рублю, доллар к рублю, а вот это вот золото к рублю. Вот, ГЛД, как я и говорил, 34 лота я собирался купить, я их купил. Ну, вот, сейчас это немножечко выросло уже. То есть у меня 200, ну практически 5000 сейчас в золоте, рублей, 205 тысяч рублей в золоте. ГЛД рубль, тумору, это инструмент в золоте, чисто металлическое золото, и там у меня в портфеле написано, сколько грамм золота. Ну, вот такая история. Что касается золота к доллару, то сейчас, я так понимаю, там небольшая коррекция. Ну вот, оно вчера резко выросло, это 30-минутный график, вчера золото резко выросло с открытием биржи, и сейчас оно устаканилось на новом уровне. Куда оно пойдет дальше, я не знаю, но я, в общем, сказать, здесь трудно предположить. Вот это вот евро к рублю. Смотрите, вот евро к рублю, вот, соответственно, евро к рублю растет, и давайте посмотрим, насколько оно растет. Вот. С... Ой. Так. Ужас. С ноября 2022 года рост составил 29%. 29%. То есть, представьте, вот вы покупаете облигацию в евро, и просто эти... Евро растут, во-первых, а во-вторых, это еще облигация приносит доход 8%. То есть, 29 плюс 8 получается 30 с лишним процентов годовых, причем вот так вот, в легкую, о чем я говорил. Очень хорошая идея, на самом деле, я считаю. Вот. О чем я еще подумаю сейчас? О том, что как бы мне снова купить ту облигацию, которую я продал в свое время, это РУС-28. Сейчас на нее посмотрим. Я думаю, что сейчас очень хороший момент для покупки РУС-28 вновь. Вот. Что такое РУС-28? Вот. Я ее где-то здесь продал, потому что она вот... Ну, в связи с известными событиями... Значит, когда рубль начал укрепляться, она начала падать в цене. Сейчас я думаю, что ее снова стоит купить. Что это за облигация? Это облигация, которая... Помните, в 1998 году в России случился дефолт. И что такое дефолт? Дефолт это когда Россия отказывается от своих обязательств государства. Ну, там, дефолт это когда компания, выпускающая облигации, отказывается от своих обязательств и говорит, что ребята, всем спасибо, всем до свидания, расходимся. Вот. Что такое... Ну, вот, тогда был объявлен дефолт, но тогда был объявлен дефолт по всем облигациям, российским, кроме валютных облигаций, потому что, ну, на российских инвесторов, как всегда, России наплевать, а вот на иностранных было не наплевать, и поэтому иностранным инвесторам предложили следующий, как бы, вариант. отложили, отложили вот эту выплату по этим облигациям, евробандам российским на сколько там, на 30 лет, насколько я помню. Вот. Они сказали, что ребята, свои деньги вы получите через 30 лет, но под 12,75, по-моему, очень-очень хороший инструмент. 12,75% годовых это купонная доходность. При этом, вот, то есть, были выпущены новые облигации, то есть, те облигации, которые были для иностранных имитентов, они аннулировались и конвертировались в вот эту вот облигацию РУС-28. То есть, говорят, пожалуйста, вот она вам облигация, вы получите эти деньги, с такими процентами годовых через столько-то лет и так как это государственная облигация, то это единственная облигация, которая не облагается, доход по которой не облагается налогом. Это еще один момент. То есть, вы не будете платить разницу, ну, вернее, вы не будете платить налог на доходы, которые получены от этих облигаций. Причем, вот РУС-28 это единственная облигация, на которую распространяется еще одно правило, что вы не будете платить доход из курсовой разницы. Вот такие условия на эту облигацию. И, ну, естественно, значит, иностранцы многие не согласились, они продавали ее, вот, и поэтому вот сейчас ее можно купить совершенно спокойно и в России. Сколько она стоит? То есть, доходности, как я уже сказал, 12,75% годовых, это купонная доходность, но не надейтесь, что вы получите 12,75% годовых. Вы будете получать 12,75% годовых от номинала. А вот текущая цена, текущая цена, давайте посмотрим сейчас, 126,47. Что это такое? Это 126,47 от номинала. То есть, эта облигация стоит не 1000 долларов, а текущая цена 1260 долларов. То есть, вы получите ее дороже. Почему дороже? Потому что как раз вот эта доходность текущая, она регулируется ценой на облигацию. Так как купонная доходность повышенная, то цена тоже на эту облигацию повышенная. То есть, для того, чтобы снизить текущую доходность. Ну, те, кто прошел курс биржи для чайников, прекрасно понимают, о чем речь. То есть, там я про облигации рассказывал, и про купонную доходность, и про НКД, и про выпуклые, вогнутые всякие штуки. Поэтому, ну, те, кто прошел курс биржи для чайников, могут совершенно спокойно понять то, что я сейчас говорил, а те, кто не прошел, ну, можете пройти, потому что, ну, я не могу так быстро объяснить, там про облигации только три дня, я рассказывал по два часа в день. Вот такая интересная штука, облигация. Я ее долго держал, там года два, потом продал, когда она начала падать. У меня случился обломчик. Я попытался купить РУС-28, но она доступна только для продажи. Та-да-да-данс. Редактор субтитров Корректор А.Егорова